Мировой океан можно сравнить с многоэтажным домом, на разных этажах которого обитают разные природные сообщества. В океане и морях четко выделяются две зоны – толща воды и дно. В свою очередь, в зависимости от глубины, толща воды и дно также разделяются на несколько зон – поверхностную, мелководную и глубоководную. Начнем знакомство с обитателями этого дома с верхних этажей. Прибрежная зона морей и океанов заселена огромным количеством разнообразных водорослей. В верхних слоях, где много света, растут зеленые водоросли. С погружением на глубину они сменяются бурыми, а затем красными водорослями, способными улавливать даже малое количество света. Богат и удивителен мир морских обитателей. Они освоили для жизни все возможное пространство от дна до самой поверхности. Одним из необычных жителей моря является португальский морской кораблик. Своё название он получил за сходство с ярко окрашенными боевыми кораблями средневековых португальских мореплавателей. Португальский морской кораблик является ближайшим родственником медуз и представляет собой целую колонию живых организмов. Находящийся сверху воздушный пузырь удерживает колонию на плаву и выполняет роль паруса, а свисающие под ним длинные щупальца служат для охоты на мелких рачков и рыб. На поверхности как пресных, так и морских водоемов встречаются клопы-водомерки. Они охотятся на поверхности воды, скользя по ней на четырех ногах, передние из которых хватательные. Водные клопы очень плохо передвигаются по суше, но способны летать и таким образом переселяться из водоема в водоем. Многие живые организмы, живущие в воде, настолько малы, что не способны противостоять течению воды. В результате они перемещаются вместе с водными массами, порой на очень большие расстояния. Эти живые организмы получили название планктон. Чаще всего планктон составляют одноклеточные водоросли, различные простейшие, а также мелкие черви, моллюски и ракообразные. У многих рыб, живущих на дне, тело сильно сплющено, а плавники располагаются вдоль боковых краев тела. Многие из них окрашены под цвет грунта, а некоторые, например камбалы, способны менять окраску в зависимости от того, на каком грунте они затаиваются. Хищные донные рыбы, такие как морской черт, зарываются в песок, оставляя над его поверхностью только напоминающий червячка язык. Он-то и служит приманкой для мелких рыбешек, снующих у дна в поисках корма. Одними из самых удивительных морских обитателей являются глубоководные рыбы. Из-за высокого давления, царящего на большой глубине, они приобретают самую невероятную форму тела. У многих обитателей глубин развиваются различные светящиеся органы, помогающие охотиться, узнавать друг друга или защищаться от врагов. Коралловые рифы встречаются на небольших глубинах в теплых морях и океанах. Их образуют многочисленные колонии коралловых полипов, небольших животных из класса кишечно-полосных. В морях и океанах Земли обитают удивительные животные головоногие моллюски. В отличие от большинства своих родственников, они очень подвижны, из-за чего полностью утратили раковину. Самыми быстроходными среди них являются кальмары, стройное тело которых напоминает торпеду. Как и все головоногие моллюски, кальмары движутся головой назад, силой выпуская воду из особой воронки, расположенной под головой. Если спросить, каких морских животных вы знаете, большинство ответит дельфинов. Они широко распространены в океане, встречаясь практически во всех морях. Среди морских обитателей дельфины отличаются самым сложным поведением и развитым интеллектом. Не случайно человек издавна отличал их среди остальных жителей моря. Дельфины наиболее обычные питомцы океанариумов и дельфинариев. Они легко поддаются дрессировке, быстро привыкают к людям, общительны и способны подражать разнообразным звукам. Разнообразные условия, складывающиеся в морях и океанах, являются причиной огромного разнообразия морских рыб. Активно плавающие в толще воды хищники, такие как акулы или меч-рыба, имеют сильное торпедообразное тело. У живущих на дне камбал и скатов тело напротив уплощено. Большинство морских рыб окрашено довольно скромно, при взгляде сверху их темно окрашенная спина сливается с дном, а при взгляде снизу светлое брюхо незаметно на фоне просвечивающего сквозь воду небо. Некоторые морские рыбы очень ядовитые, о чем предупреждает их яркая окраска. Самой крупной среди живущих ныне рыб является китовая акула. Длина этого исполина достигает 30 метров, а вес 15 тонн. Несмотря на свои более чем внушительные размеры, китовая акула очень миролюбива. Дело в том, что в отличие от большинства своих свирепых родственниц, она питается мелкими рачками, которых отцеживает из воды. Китовая акула обитает в тропических и субтропических морях, встречаясь чаще всего у побережья Филиппин, Калифорнии и Кубы. Голубой или синий кит является самым крупным животным на нашей планете. Его длина достигает 33 метров. Как все млекопитающие, киты дышат атмосферным кислородом.